Федеральная администрация по лекарствам как-то незаметно приняла решение, которое может оказаться очень существенным для 30 миллионов американцев, имеющих проблемы со слухом. Только 20% из этих 30 миллионов получают профессиональную помощь или используют устройство, помогающее лучше слышать. Положение в Америке тех, кто имеет проблемы со слухом, мало отличается от ситуации, которая была, например, в 50-е годы. Еще давным-давно тогдашние производители слуховых аппаратов при содействии союзных с ними медиков добились фактически права на монополию. С тех пор в Америке разрешается продавать слуховые аппараты только по рецептам врачей, а список утвержденных врачами производителей является крайне узким. Конкуренции между производителями слуховых аппаратов практически нет, а врачи получают деньги за визиты больных с просьбами выписать им такие аппараты, даже когда, собственно, в помощи врача необходимости нет. Результат всего этого, конечно, финансовый. Слуховой аппарат в Америке стоит сейчас от полутора тысяч, в Коско до четырех с половиной и больше тысяч в других местах. Цена для простого электронного аппарата просто скандально высокая. Цены эти остались фактически с докомпьютерных времен и превышают сейчас и в два, и в шесть раз стоимость намного порядка в более сложного, например, айфона. Но при монополии производителей это и следовало ожидать. В результате насчет помощи людям с проблемами со слухом положение в Америке сейчас как в какой-нибудь Бурунде. Подавляющее большинство больных просто не имеет возможности обращаться за медицинской помощью, тем более, что практически никакие страховки слуховые аппараты не оплачивают. Ну и вот, с октября положение может измениться. Федеральная администрация по лекарствам отменила требования рецепта для приобретения слуховых аппаратов. По сути, это означает открытие рынка слуховых аппаратов для новых производителей. В результате достаточно скоро должны появиться, наконец, действительно новые приборы, которые должны стать и на порядок дешевле, как все надеются. Авиакомпания United заключила соглашение с Boom Supersonics о покупке 20 сверхзвуковых пассажирских самолетов и внесла многомиллионный залог за эти лайнеры, который в любом случае не подлежит возврату. Американ также оговорил о себе право при желании приобрести еще 40 сверхзвуковых пассажирских самолетов. Интересно при этом, что пока что ни один сверхзвуковой самолет компании Supersonics в воздух не поднимался. Компания обещает поставить лайнеры, которые будут летать почти вдвое быстрее звука, но поставить еще только через 7 лет. Американ заключила контракт с Supersonics после аналогичного соглашения компании United. Правда, она собирается купить только 15 сверхзвуковых самолетов. Всего же у этого стартапа, инновационной компании Supersonics, имеется 130 заказов на сверхзвуковые пассажирские лайнеры. По каким-то причинам в нее авиационные начальники очень серьезно верят. По сравнению с заказами на 130 самолетов, сверхзвуковых лайнеров Concorde, например, было всего 14. Concorde был первопроходцем в области сверхзвуковых пассажирских перелетов. Ну а новый лайнер должен быть сверхкомфортабельным, рассчитанным на 65-80 пассажиров, и билеты на него должны продаваться по ценам, сравнимым с обычным бизнес-классом. Пресекать, например, Атлантику эти лайнеры должны вдвое быстрее обычных. Конечно, как известно на опыте самолетов Concorde, история сверхзвуковой авиации может быть и не очень успешная. Эксплуатация Concorde была очень дорогой, так что и при чрезвычайно высоких ценах на билеты, самолеты эти в основном не окупались. Были экологические протесты, также против очень громких хлопков, которые раздавались всякий раз, когда самолеты переходили через звуковой барьер. А в 2000 году один из Concorde разбился, и после этого компания окончательно обанкротилась. У нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолетов проблема хлопков, конечно, останется, но переходить в звуковой барьер можно, наверное, уже находясь достаточно далеко над морским пространством. Новый самолет должен быть намного дешевле в связи с появлением новых материалов, технологий и электроники. С недавнего времени проекты сверхзвуковых лайнеров разрабатывались несколькими компаниями, но реальные заказы отдают, судя по всему, исключительно бум Суперсоник. Соответственно, в ближайшие годы успех или неуспех всей сверхзвуковой гражданской авиации зависят от деятельности именно этой компании. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok